В Кирове одно название города, чего стоит, елки-палки, как и знаете, из ГУЛАГа чем-то повеяло, но не важно. На России в Кирове состоялся пикет против потенциально возможной войны с Украиной. Напомним, что кремлевские СМИ практически по всем телеканалам сегодня нагнетают истерию, нагнетают ненависть к Украине, нагнетают абсолютно какую-то панику, истерику с тем, чтобы приучить россиян к мысли о возможности войны против Украины и против убийства украинцев. Забываю при этом, кстати, рассказать им о том, сколько же россиян погибнет в этом случае. Кстати, посмотрите на Финляндию в 1939 году, там тоже были такие шапкозакидательские настроения, и было всем очень весело. Мы их тут сейчас порвем, мы им тут сейчас дадим. Деды воевали, а потом так воевали, что не знали, куда драпать с той Финляндии. Но это была когда-то, а сегодня у нас есть новая ситуация. Сегодня в Кирове состоялся антивоенный пикет. Удивительное для России действие. Собрались шестеро активистов, вышли на центральную площадь города с таким жутким названием Киров, и выступили против войны. Так вот, они рассказывают, как к ним отнеслись прохожие, которые шли в этот момент мимо. Участники антивоенной акции рассказали, что большинство прохожих не поддержало пикет. Кто-то плюнул в сторону пикетирующих, другие пикетирующих, другие крутили пальцем у виска и называли пикетчиков оскорбительными или бранными словами. Кировчане, в основном это были люди старшего поколения, призывали стереть, цитата, стереть Украину с лица земли, а протестующим предлагали не позориться. Вот вам истинное отношение российской глубинки к Украине и истинное отношение, я не говорю всех россиян, но очень многих россиян к нам. Собственно говоря, проходят годы, проходят десятилетия, а этим нужна кровь, война, нищета и разруха. Ни черта им больше не надо. Субтитры создавал DimaTorzok